Здравствуйте, я Лилия Игликова. Об основных социальных и финансовых показателях Казахстана говорим с экономистом Айдарханом Кусаиновым. Айдархан, здравствуйте. Здравствуйте. Доллар в Казахстане вырос в очередной раз, теперь уже до 350 тенге. Нацбанк распространил сообщение, в котором связал текущее ослабление тенге с тенденцией ослабления национальных валют многих развивающихся стран по причине оттока портфельных инвестиций на фоне ужесточения монетарной политики ФРС. Можно объяснить это более понятными словами? Более понятная это Федеральная резервная система, которая раньше поддерживала очень низкие ставки и раздавала и печатала много долларов, сейчас начала поднимать свои процентные ставки и собирать доллары. Соответственно, она собирает, ну, доллар по всему миру ходит, поэтому, когда она начинает собирать доллары, доллары выходят из всех развивающихся рынков. То есть, на местных рынках возникает спрос на доллары, чтобы их вывезли с местных рынков. Все валюты просели. И турецкая лира, и не только сырьевые, турецкая лира, по-моему, вообще на 20 процентов упала. Соответственно, все валюты этих стран испытали такое ослабление. Естественно, тенге тоже. Это один аспект. Второй аспект, когда валюты какой-то страны, там основной торговый партнер ослабеет, ваша валюта тоже должна ослабеть. Ну, просто потому, что там возникает дисбаланс валюты. В Китае, например, китайский юань ослабил на 10 процентов. То есть, когда начались вот эти, торговая война, пошлины против пошлин. Юань тоже ослабил на 10 процентов. Рубль ослабил санкции и в том числе отток. Мы находимся между нас. Два основных торговых партнера. Китай и Россия. То есть, удерживать тенге искусственного смысла нет, потому что, и невозможно, потому что у нас свободное плавание. А товарный поток, соотношение экспорта и импорта, оно также ослабевает тенге. Это нормально. Но ведь мы нефтедобывающая страна и в последнее время мировые цены на нефть значительно выросли. Нефть марки Brent составляет почти 73 доллара за баррель. И казалось бы, что эти цены могли бы поддержать как-то нашу национальную валюту, но мы этого не направляем. Ну, они и поддержали на самом деле. То есть, мы-то не на 10 процентов, например, расслабились. Мы меньше расслабились, чем юан и рубль. То есть, в этом плане есть определенная поддержка со стороны нефтяных цен. Понимаете, здесь нельзя рассуждать там линейными показателями. Сегодня, когда есть свободное плавание курса, вот этими тенге привязано к нефти, тенге привязано к рублю, тенге привязано к чему. Да нет привязки. Есть очень много разных факторов, которые друг на друга влияют, какие-то друг друга усиливают, какие-то друг друга взаимокомпенсируют. Вот, например, есть сезонный фактор. У нас там традиционно в августе, в июле-августе-сентябре мы год назад с вами обсуждали этот вопрос. Ровно год назад практически мы обсуждали этот вопрос, когда возникает ажиотаж. И это тоже фактор. И больше спрос на доллар. Да, и он растет, и он во многом психологический, ажиотажный. То есть, ровно год назад об этом мы и разговаривали. Поэтому очень много факторов. Сезонный, психологический, торговое состояние партнеров, цена на нефть и так далее. В результате формируется какой-то курс. И замечательно то, что курс находится в свободном плавании. То есть, он адекватно вбирает в себя все эти факторы. Это не то, что там центральный банкер сел и посчитал, что это так-то, это так-то, это так-то, поэтому я поставлю курс такой. Это, ну, невозможно такие вещи считать. Многие эксперты уже успели поделиться своими прогнозами по курсу доллара. Они считают, что тенге будет укрепляться в ближайшее время. Насколько обоснованы такие прогнозы, по вашему мнению? Вполне вероятно. Я считаю, что ну как в ближайшее время, в горизонте трех месяцев, мне кажется, что ближайшие там август-сентябрь укрепления особого не будет, он может даже чуть-чуть ослабеет и будет на этих же уровнях. Опять из-за того, что есть психологизм, есть сезонность. А потом, да, я согласен с многими, то есть сегодня он чуть-чуть выше, чем равновесие. Это нормально, так бывает всегда. Еще одна новость последних дней. Задолженность 20 проблемных эмитентов ЕНПФ оценивается в 41 миллиард тенге. В фонде уточнили, что многие эмитенты использовали облигационные займы не по назначению. Вопрос. Почему многострадальные пенсионные деньги так часто оказываются в каких-то рискованных операциях, ситуациях? Ведь не только руководство фонда, но и Национальный банк постоянно контролирует пенсионные деньги. Во-первых, я уже не стал бы называть наши пенсионные деньги в рамках ЕНПФ, которыми управляет Национальный банк, многострадальными. Потому что уже третий год подряд впервые за всю историю частных пенсионных фондов ЕНПФ показывает положительную реальную доходность. То есть в реальном выражении накопления растут. Такого не было. за предыдущий, там, с 99-го по 2013-й год. Это было, по-моему, в одном или двух годах. Это было положительное реальное. Ну да, действительно. Пишут сейчас много о том, что доходность фонда превышает инфляцию. Но, тем не менее, если поднять за последние несколько лет все сообщения, которые касаются пенсионных денег, то мы видим, то они попадают в какую-то проблемную ситуацию в азербайджанском банке, то еще где-то. Почему вообще деньги пенсионные должны выводиться и вкладываться в какие-то зарубежные операции? То есть давайте вернемся к разговору о том, что вот деньги ЕНПФ уже не многострадальные. Они показывают реальную доходность. Кстати, один из немногих, я так думаю, фонов, которые действительно реальную доходность показывают с учетом, там, безрисковости практически вложений. Второй аспект. Вы сказали, что 41 миллиард тенге, но у ЕНПФ 8 триллионов в портфеле. То есть 41 миллиард тенге – это сумма большая с точки зрения ощущений, но с точки зрения портфеля это очень маленькая часть. Поэтому нельзя говорить, что это дыра. Инвестиции – это всегда риск. Вы не можете в портфеле ЕНПФ не 20 имитентов, а 2 тысячи разных. В том числе иностранных. В смысле следить за каждым невозможно. И дефолты будут. То есть там мировая практика в банковских займах, в НПЛ, то есть проблемные кредиты около 5-7 процентов. В общем, нормально. 2-3 можно. То есть какая-то доля в инвестициях – 1, 2, 3, 4 процента, она всегда будет проблемной. Ну, по определению, да. Поэтому очень часто у нас в сообщениях мелькают, вот как сейчас. Ах, опять потеряли 41 миллиард тенге. В цифре звучит страшно, а в реальных выражениях это там меньше процента. Вы знаете, когда человек идет в магазин и покупает где-то вещь дороже на 3 процента, он же там не умирает и не посыпает себе голову пеплом. Оказывается, было бы где-то дешевле. Ну, то есть это некая ошибка. Понятно, если он где-то в два раза дорожку купил, тогда обидно. Вот, поэтому. А возвращаясь к этим проблемным имитентам, ну да, есть. Кстати, в ЕНПФ еще одна есть проблема, что он получил наследство проблемных имитентов. То есть, вы же помните, он создался из объединения частного фонда. И на первом этапе, когда объединялся, там много вещей было списано в убыто. Не потому что ЕНПФ туда инвестировал, потому что частные фонды туда инвестируют. И какие-то части, в смысле какие-то инвестиции, они еще там сидят в портфеле. И они могут дефолтиться. Ну, решение по ним принимал не ЕНПФ, это историческое решение. Вот, поэтому два момента. Пенсионные деньги уже сегодня далеко не многострадальные, это объективный факт. Вот, вторая часть. Проблемы с портфелем будут, это объективно, есть всегда и везде. И пока сегодня, насколько показывает статистика, вот эти вот проблемные вещи ЕНПФ, они достаточно на хорошем уровне. То есть, по сути, не означают некачественного управления. Нормальный такой, рыношный везде. Ну, это такой анализ глобальный в рамках… С практической точки зрения, в ЕНПФ очень честно учитывается статистика, это нужно понимать. То есть, если вы смотрите, допустим, те же азербайджанские дефолтные облигации или дефолтные облигации эмитентов, они реально переоцениваются по реальной ставке. То есть, нет вот этого вот обмана, якобы, у нас в портфеле там 100 миллиардов, кто-то должен. Наступил дефолт, честная идет переоценка и пишет, что это 10 миллиардов. Поэтому здесь очень важно понять, что когда мы разговариваем о доходности ЕНПФ, это реальная доходность. То есть, грубо говоря, ЕНПФ уже у себя учел, что это не 41 миллиард, ну я не знаю, сколько там он поставил, допустим, 2 миллиарда. Эта проблема с ней будет работать, может быть оттуда выйдет не 40, даже 20, но это все равно будет больше. То есть, вот это очень важно понимать, что в портфеле ЕНПФ, и это может любой убедиться, оно публикуется на сайте, в смысле вплоть до каждого эмитента. Там рыночная стоимость, номинальная стоимость, текущая стоимость и так далее. Там прям вы можете открывать проблемных эмитентов, которые были, и видеть, что там эти долги стоят в существенном дисконте. То есть, эти потери уже учительны. Айдархан, а если посмотреть на пенсионные деньги с позиции снизу, минимальный размер государственной базовой пенсионной пенсии, пенсионной выплаты составляет 15 274 деньги. Эту цифру можно назвать смешной, тем более, если человек проработал 30 лет и... Это минимальный размер базовой пенсии. То есть, понятно, что когда там идет 30 лет, там особенности производства, это индексируется. Ну вот как у нас минимальный расчетный показатель МРП 2 тысячи тенге, но когда вам штраф выкатывают 20 тысяч тенге, это уже... Ощущаешь, что почувствуете разницу. То есть, понятно, и эта базовая пенсия тоже там 15 тысяч тенге, но она базовая, то есть там на нее уже начинаются всякие там... Ну, грубо говоря, это некая там базовая, расчетная, да, от которой пляшут и там за выслугу лет, там сколько-то там добавляется, там за вредность производства, ну, различные там какие-то коэффициенты. То есть, вот эта минимальная базовая, ну, по смыслу некий минимальный расчетный показатель такого. Ну, хорошо, допустим, вместе со всеми надбавками пенсия будет составлять 60-65 тысяч тенге, но в любом случае это та сумма, на которую можно прожить, но нельзя путешествовать, как это делают, например, европейские пенсионеры. А мы же все хотим равняться на развитое странное. Вы затрагиваете очень, на самом деле, больный вопрос, потому что, к сожалению, у нас медианная заработная плата, то есть реальная заработная плата людей, которые обычно прийти, да, она существенно меньше, чем официально. А у нас очень сильное расхождение между медианной и средней заработной. То есть, медианная заработная плата, это вы берете людей, 100 человек с какими-то доходами, потом берете 50 людей с самой низкой зарплаты и 50 людей с самой высокой зарплаты. И смотрите, вот где вот эта граница будет, да. То есть, вот это вот то, что люди ощущают как средние. Ну, то есть, вы кого угодно спросите, у половины, грубо говоря, будет меньше нее, у половины больше нее. Ну, большинство где-то такая. Это то, что люди ощущают средние. То, что классически определяется как среднее, это, ну, яркий пример, да, у одного есть курица, у другого нет ничего. В среднем у каждого пока курица. Вот так нечестно. Так вот, средняя зарплата, это да, туда входят какие-то безумные топ-менеджеры, у которых 3 миллиона тенге в месяц зарплаты. И понятно, что когда он там усредняется, там получается вот такая вот зарплата. К сожалению, это серьезная проблема нашей экономики, что у нас медианная заработная плата примерно в два раза ниже, чем средняя. Для развитых стран этот показатель обычный, ну, стандартный, это где-то 70-80% в среднем. В России это 72, по-моему. В Колумбии это 65, ну, в Казахстане это где-то 55. Это серьезная проблема в том, что у нас медиана такая низкая. И, ну, как бы, есть стыкан наполовину пол, наполовину пуст, да. Средняя пенсия в 60 тысяч тенге, она практически достаточно близка к такой медианной заработной платы. Медианная заработная плата это 80 тысяч тенге. То есть, в принципе, у нас получается, что как бы такой средний пенсионер, он получает как средний работник. С этой точки зрения все хорошо. Другое дело, что, конечно, очень плохо, что такие зарплаты, такие пенсии. А есть еще один интересный показатель – 28 284 тенге. Это и прожиточный минимум в Казахстане, это и минимальная заработная плата в Казахстане. Вот почему-то соответствие полное здесь. Ну, с этой точки зрения это достаточно нормальная позиция. На самом деле у нас, по-моему, минимальная заработная плата была меньше, чем прожиточный минимум. Это был парадокс. Типа, вы определите, что меньше, чем столько жить нельзя, а зарплата минимальная, она такая. Ну, меньше, да. Здесь сейчас он придвинулся. Ну, как бы логика за этим стоит, что человек не может получать зарплату меньше, чем прожиточный минимум. Ну, по определению, да. Ну, то, что они оказались равными – это, в общем-то… Ну, а то, что черта бедности у нас ниже прожиточного минимума – разве это не парадокс? Ну… Получается так, что прожить на эти деньги ты не можешь, но в каком-то промежутке денежном ты уже не бедный человек. Ну… Да. Наверное, парадокс. Согласен. Это… Это, наверное, парадокс. Скажите, Айдархан, а вообще, как определяется прожиточный минимум? По вашему субъективному мнению, на эти деньги прожить можно, включая сюда и питание, и квартплату? По моему субъективному мнению нельзя. Ну, прожиточный минимум, насколько я понимаю, это, там, Минздрав и так далее, утверждает какие-то нормативы потребления, там, яйца, там, того чего-то, чего-то там… Нужного, да, сбалансированного питания некого, минимального. Плюс, там, определяются какие-то минимальные расходы, там, человека на зубную щетку и так далее. Ну, а что-то на одежду, да, минимальные, соответственно, самые дешевые. И вот говорят, что, в принципе, на эти деньги теоретически человек может прожить себе экономию. Ну, это вопрос дискуссии, насколько нормативы, там, правильные или неправильные. Например, насколько я понимаю и насколько я обсуждал с экспертами, есть парадоксальная вещь, там, расходы на содержание заключенного, рацион заключенного, в смысле, он дороже, чем продовольственная корзина обычного человека. То есть, ну, грубо говоря, на питание заключенным денег предусматривается больше, чем на питание обычного гражданина. Вот и такой парадокс есть. Парадоксов, получается, у нас много, но ведь мы же социальное государство. Есть ли у вас информация, что делается у нас для того, чтобы цифры, которые мы уже перечислили, как-то соответствовали социальным нормам? И как с такими цифрами можно войти в тридцатку развитых стран? Ну, я не раз говорил, что в первую очередь необходимо поставить в приоритет, в смысле, рост доходов населения. А это означает несколько изменить экономическую политику. Я говорил, что президент это отметил, что экономическая политика, которая не приводит к росту доходов населения, это не очень хорошая экономическая политика. Неважно, какой там рост экономики и так далее, рейтинги. Если доход населения не растут нормальным образом, то нужно что-то делать с экономической политикой. И есть очень много разных вещей, но принципиальный подход должен быть изменен, это развернуться в сторону именно доходов населения. Не поддержание бизнеса, не развитие экономики через поддержание и развитие бизнеса, а развитие экономики через поддержание и развитие доходов населения. Потому что когда будут расти доходы населения, будет развиваться и бизнес. Население похотеет, он может больше покупать. А вот эти вот, получается, два альтернативных пути, вот мы пока двигаемся все время через поддержку и развитие бизнеса. В надежде, что бизнес разобьется, создаст рабочие места и т.д. и т.п. и будет хорошо. Ну, эта логика очень спорная. А вот развитие через повышение доходов населения и на базе роста доходов населения будет расти и развиваться бизнес, вот эта логика, она на самом деле бесспорна. Еще один нюанс. У нас экономика рыночная и мы можем в последние годы наблюдать все больше и больше расслоений населения, разрыв между бедным и богатым населением Казахстана. Даже если бизнес будет где-то как-то развиваться, то это не гарантирует выполнение каких-то социальных нормативов. Абсолютно согласен. Поэтому я подчеркиваю, что подход к развитию экономики через развитие бизнеса, по моему мнению, не очень правильный. Потому что действительно развитие бизнеса совершенно не гарантирует некую там социальную защищенность людей и т.д. Ну, потому что задачей бизнеса является прибыль. Ну, а он так рожден для этого, да, ну, как художник рожден рисовать и, ну, нельзя ему говорить, ты еще стихи пишешь. Ну, будешь рожден рисовать, да, и все, бизнес рожден получать прибыль. Нельзя ему говорить, возьми еще на себя социальные функции, он не для этого сделан, он рожден рисовать. Поэтому, помогая бизнесу, да, бизнес с благодарностью принимает эту поддержку и наращивает свою прибыль. Он говорит, ты людей нанимаешь, он говорит, как так, я производительность должен увеличивать, это моя задача. Я прибыль должен увеличивать, это моя задача. Я оптимизировать должен расходы, это моя задача. Я для этого создан, я этим живу, и это моя цель. И тут, когда ему говорят, мы тебе же помогаем, ты людей побольше нанимаешь. Ребята, вы попутали. Я художник, я не литератор. Взывать к ответственности бесполезно. Что же делать? В смысле, взывать к ответственности, я еще раз говорю, нужно переформатировать политику. То есть повернуться к тому, чтобы развивать экономику через доходы населения. Что такое доходы населения? Это в первую очередь снижение затрат. Снижение затрат на здравоохранение, на образование, на инфраструктуру, на электроэнергию и так далее. Потому что это все вещи, которые актуально необходимы, которые очень дороги. Детей в школу поведете. Ну это неизбежно. Знаете, как детский бизнес, почему говорят, замечательный и вечно. Потому что дети всегда выпросят первое. И второе, родитель помирать будет, на ребенку купит. Это то же самое. То есть если вы делаете, в смысле, максимально закрываете расходы на образование детей, это значит, что вы освобождаете доходы у населения, в смысле, для чего-то другого. Потому что на образование он все равно будет тратить. На здравоохранение – это то же самое. Чем больше государство закрывает расходов на здравоохранение, тем больше остается у людей денег, чтобы где-то потратить. Когда у него останутся эти деньги, чтобы где-то потратить, грубо говоря, он купит там еще одну майку казахстанского производства. Он сходит в ресторан. То есть и бизнес разовьется тогда. Спасибо вам за интервью. Пожалуйста.